Сейчас я нахожусь в одном из столичных салонов красоты, где меня ждет самая болезненная процедура среди всего того, что делают с собой женщины, это депиляция или эпиляция. Ну, в общем, в любом случае, после завершения этого сюжета я стану самым красивым, если выживу. Виктория. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. И все же депиляция или эпиляция? Депиляция или лазерная эпиляция? О, боже, лазерная эпиляция звучит еще страшнее, поэтому давайте лучше депиляцию. Начнем, по крайней мере, с нее. Тогда депиляция. Так, это вот обычно это происходит так, да? Мы разогреваем воск. Ага. И как часто вообще женщины занимаются этим, я имею в виду разогреванием воска? Примерно раз в месяц. Так. Может и чаще. Но так как я не женщина, то раз в жизни хватит, да? Я думаю, вам этого хватит. Будет что внукам рассказать. Боже. Будет что внукам рассказать. Так. Хорошо. А эффект держится вот месяц, не больше. Мама. И что дальше? В каких местах обычно используют восковые полоски? Везде. А-а-а! 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 О-о-о-о-о! Что, серьезно? Понял. А-а-а! Подождите. Алая лазерная эпиляция, это все-таки... Это еще не все. Не-не-не, пожалуйста, не надо. Точно лазерный? Да. Давайте попробуем, я уже говорила, давайте попробуем более современный метод. Давайте попробуем лазерную, да. Хорошо. 8 марта нужно проводить минимум 3 раза в год, если женщины терпят это раз в месяц. Я думал, у меня глаза сбежались, завязались в узелок, серьезно, я не думаю, что это так больно. Етицкая богомышль. Богомышль. А в чем отличие депиляции от эпиляции? При депиляции устраняется, как вы заметили, уже только верхняя часть волоса, это стержень, а при лазерной эпиляции устраняется, удаляется полностью весь волосяной фолликул, поэтому волосы уничтожаются навсегда после курса процедур. То есть это еще больнее будет? Нет, это будет приятно. Приятно? Тогда давайте подмышку лучше. Давайте. Вдруг кому-то понравится. Я все-таки решился на обработку менее стратегических, важных зон, а именно подмышки. Для проведения процедуры вам необходимо одеть защитные очки, так как лазерный луч все-таки опасный для наших глаз. Буду представить, что я... Ваша поверхность, на которой мы будем работать. I'm in Miami, bitch. Ту-ту-ту-ту. Гель является контактной средой, поэтому он инертный, абсолютно никакой функции, кроме... Я надеюсь. Проведение лазерного луча он не имеет. Хватило мне уже. Самое неприятное, что сейчас будет. А, это намазывание. Ну, это хорошо. И что, вот прям вот один разочек вот прям пшикнуть вот этой вот штучкой, и все? И никогда больше волос не будет? Их количество уменьшится на процентов 50 за первый раз. Вам больно? Пока нет. А уже что-то происходит? Делаем процедуру лазерной эпиляции. Серьезно? Девочки, мне кажется, выбор вообще очевиден сейчас. Из всего того, что вам будут предлагать, соглашайтесь вот на то, что с гелем. Процедуру депиляции нужно делать пожизненно. Лазерная эпиляция достаточно около 10 процедур. С интервалом обычно 4-6 недель, и от волос вы можете практически навсегда избавиться. Итак, простые выводы. Депиляция – это не навсегда. Эпиляция – это практически навсегда. Безболезненно, в отличие от депиляции. И интересно, а есть ли какие-то противопоказания? Конечно. То есть вам нельзя делать лазерную эпиляцию? Конечно, есть противопоказания, как и всем лазерным процедурам. Например, это для девушек беременность, грудное вскармливание, любая патология внутренних органов в активной форме, нарушение свертываемости крови, приема некоторых антибиотиков, фотосенсибилизаторов, ну и некоторые другие. А вот мне интересно, а есть ли какие-то зоны, которые не рекомендуют именно эпилировать? Нет, можно эпилировать все зоны, абсолютно-абсолютно все зоны на теле. А вот следы, например? В ушах, в носу, везде. А следы, да, то есть в носу можно поубирать эти волосы несчастные, которые приходится выщипывать. Да, некоторые мужчины выщипывают волосы из носа, но есть способы более гуманные. Гуманные. Ну что ж, мне кажется, все ответы теперь получены для тех, кто чаще пользуется услугами профессиональных косметологов. Только что закончилась процедура лазерной эпиляции, во время которой я на собственной шкурке испытал, что же такое быть идеальной женщиной. Есть еще один вопрос, Виктория, практически интимного характера. А вот мужчины часто ли обращаются с просьбой что-нибудь им проредить? Да, в настоящее время наша жизнь обязывает быть и мужчинам также, красивыми и ухоженными. Очень много мужчин последние несколько лет начала обращаться с данными процедурами, эпиляцией и также другие косметологические процедуры стали очень популярны у мужчин. Вот так вот что мужчины себе прореживают? Чаще всего мужчины проводят лазерную эпиляцию подмышечных областей. Также у мужчин часто беспокоит зона шеи, там много вросших волос после бритья. Эта проблема замечательно решается при помощи лазерной эпиляции. Также фотолечение зимой очень-очень популярно у мужчин. Все. Фотолечение – это что такое? Это процедура, которая помогает избавиться от расширенных капилляров на коже лица. Да, действительно, мужчины тоже хотят быть идеальными для своих идеальных спутниц. Это праздничное утро я провел, как завещали в фильме, в поле, но не без удовольствия. А за экскурсию в мир красоты и гладкости я благодарю Викторию. Виктория, огромное спасибо и низкий поклон от имени всех эпилированных мужчин. Спасибо.